Ребята, всем привет! Сегодня 1 апреля 2020 года и продолжаем мы тему по поводу коронавируса COVID-19. И это не шутки, это не первоапрельская шутка. Я хотела всех предупредить по поводу, не надо поддаваться мошенникам и включать разум. Сейчас мошенники активизировались и начинают ходить по квартирам и предлагать обработку квартиры. Как будто бы они официальная организация от СанПИН, от СанПИН-станции, вашей местной организации, которая непосредственно находится, где вы находитесь. Ну, люди, некоторые допускают их, впускают в квартиру и пока они там типа что-то обрабатывают, там они и смотрят, что бы можно положить в сумочку. Поэтому не поддавайтесь уловкам мошенников. Это вот первая новость. Вторая новость. Начинают звонить какие-то подозрительные кредитные организации, говорить, что у вас критическая кредитная история. Перезваниваешь, и они начинают спрашивать данные ваших кредиток. Ни в коем случае не поддавайтесь. Это тоже один из способов аферистов. Дальше в сетях интернета пишут, что коронавирус затрагивает только людей второй группы крови. Первая группа может быть спокойна. А также пишут, что коронавирусы болеют страны, которые по поясу земли идут, как Китай. То есть это тоже бред. Этому вирусу могут быть подвержены абсолютно все, независимо от группы крови. Вот начинается какая-то вот, извините, грязь. И давайте лучше быть ответственными и смотреть за чистотой не только своих рук, но и подъездов и так далее, и так далее. Кстати, в моем городе сегодня впервые началась обработка хлорными аппаратами с примесью хлора автобусных остановок. Это после того, как я вчера, вы знаете, позвонила в Роспотребнадзор и рассказала, что у нас вообще ничего не делается. Халатность, безответственность какая-то управляющих компаний. Давайте мы тоже на время карантина не будем им платить деньги за обслуживание дома. И вот, хотя указ местной администрации, он был. И сегодня, как ни странно, я пошла выгуливать свою собачку около дома, буквально вышла на 5 минут. Стены как были, вот, такие они остались. Видимо, коммунальные службы пришли, чуть-чуть распылили хлорочки для отвода глаз и ушли. Поэтому давайте начинать с самих себя и с организацией, что действительно за беспредел. Наверняка выделяются огромные миллионы на каждый регион России. Так и хватит. Давайте подумаем о здоровье, о здоровье всех людей. Всем всего доброго, здоровья и мы вместе. Пока.